Завтра в киноконцертном комплексе имени Маяковского открывается международный кинофестиваль «Русское зарубежье. Встреча в Новосибирске». О фильму, о гостях и событиях лучше осведомлен мой коллега Антон Веселов. Ему и слово. Спасибо, Алёна. Программа впечатляет. Показы игровых и неигровых лент из 11 стран мира, встречи со знаменитыми артистами и всё это в нашем городе. Жюри конкурсной программы неигрового кино возглавит выдающийся новосибирец кинорежиссёр и сценарист Владимир Эйснер. А сегодня у нас в гостях президент международного кинофестиваля «Русское зарубежье. Встреча в Новосибирске» Сергей Зайцев и протеерей Александр Новопашин, духовник фестиваля. Я первый вопрос адресую, конечно, вам. Почему в Новосибирске? Почему такая огромная программа, и всё это происходит, и документальное кино, и неигровое кино, и всё это съехалось специально в Новосибирск, в столицу Сибири? Во-первых, мы любим Новосибирск. Большой, красивый город. Большой, красивый город. Второй раз уже фестиваль здесь проводим. В 2013 году первый раз проводили. Вот сейчас второй фестиваль. Большой разрыв. Надеюсь, да, надеюсь, вот за этот период мы собрали лучшие картины, посвящённые теме русской эмиграции. А почему именно Новосибирск? Потому что наш духовник, протеерей Александр Новопашин, здесь живёт. И тогда, вот три года назад, он нам сказал, почему нам не провести фестиваль выездной, первый выездной фестиваль. Мы назвали его «Встреча русской зарубежья», «Встреча в Новосибирске». В Москве в этом году состоится уже десятый юбилейный кинофестиваль «Русская зарубежья». Отец Александр, логично вас теперь спросить, в каком качестве вы представлены в этом проекте? В качестве фильммейкера, путешественника или, так сказать, по своей прямой обязанности? Ну, пожалуй, здесь всё вместе связано. Одно другому не мешает. Действительно, как и сценаристы, режиссёры, как духовник кинофестиваля, человек, который имеет определённый опыт проведения фестивальных мероприятий. Поскольку те фильмы, которые были представлены как духовнику и человеку ответственному за, скажем так, наполнение информационного кинофестиваля, имеется в виду наполнение, вот, содержанием фильмов несёт ответственность духовник, то, конечно, мне пришлось их все отсмотреть, что-то отсортировать, что-то принять, что-то, может быть, отложить в стороночку. Что-то вычеркнули, получается? Да, ну... Если не секрет, по каким причинам? Ну, я прежде всего смотрел то, что было бы ближе, наверное, и понятнее школьникам и студентам, как мне показалось. Потому что есть фильмы, снятые за рубежом. Ну, на мой взгляд, скажем так, в православный, скажем так, образ, в образ православного кинофестиваля не совсем ходили, более светского характера. А поскольку организатором, основным руководителем всего проекта является управляющий Новосибирской митрополией и высокопресеченнейший митрополит Тихон, мы несем ответственность за духовно-нравственное наполнение кинофестиваля. Естественно, выбираешь то, что ближе именно к духовно-нравственным критериям. Хотя, безусловно, каждый фильм несет в себе это наполнение. Что-то разрушительного нет. Но и выбирать поэтому всегда было достаточно сложно. Ну, наверное, выбрал по своему вкусовому качеству. Ну, здесь лучшие фильмы. Вот последний плент кинофестиваля русской зарубежья. Лучшие фильмы в Новосибирск привезли. Многие проекты сегодня, начатые в столицах, уходят куда-то в регионы. А там в регионах распределяются по районам области. Это касается и духовных проектов, и образовательных, и музыкальных. То же самое и с вашим фестивалем. Насколько глубоко вы решили обратиться к корням, так сказать, Новосибирской области? Ну, вот опять-таки, отец Александр лучше знает область Новосибирскую. Я-то по ней мало ездил. Ну, вот в Тогучин мы едем, в Краснообск едем, в Ордынское едем, в Колывань едем. В Колывань, да. Вот уже как минимум четыре. Ну, и по Новосибирску по самому тоже есть несколько, так сказать, залов, где мы показываем нашу программу. Какого уровня это поездки? Будут ли в них участвовать звезды? Обязательно, обязательно. Значит, Юрий Владимирович Назаров, народный артист России, приезжает с актрисой Людмилой Мальцевой. Они в дуэте выступают. Заслуженный артист России Юрий Беляев, заслуженный артист России Борис Галкин, значит, Сергей Маховиков, Татьяна Абрамова. Вот Илья Болонков, замечательный артист, который сыграл в картине «Во отца Александра рядом с нами». Прекрасно сыграл отрицательного персонажа. Ну, собственно, практически все перечисленные вами актеры, они снимались в этой киноработе под названием «Рядом с нами», которая будет представлена во внеконкурсной программе кинотеатра «Маяковский». Отец Александр, вы немножечко уже приоткрыли завесу тайны. Понятно, что все эти работы, все киноработы связывают идеи патриотизма, духовности, возрождения нашей страны, в самом лучшем ее проявлении. Насколько богата, что ли, сегодняшняя наша киноиндустрия на такие проекты? Или пришлось что-то инициировать с нуля? Было из чего выбирать? Что касается предложенного Сергеем Зайцевым, президентом кинофестиваля «Русское зарубежье», я сказал, только по объемам пришлось выбирать. Потому что все, что было представлено, было исключительно замечательно, но все невозможно было втиснуть в рамки одного кинофестиваля и в его трехдневный период. Это невозможно, поэтому приходилось как-то так немножко сортировать. Что касается вне этого фестиваля, снимается немало фильмов. Это последнее время сейчас кинопроекты кое-какие начинают сворачиваться в связи с кризисом финансовым в нашей стране. И фильмов немного, но, к сожалению, очень немного того кино, которого мы имеем с духовно-нравственным началом, с патриотическим... Для гордости, так сказать. Да, да, да. Наоборот, мы видим, что, к сожалению, есть фильмы, которые как-то в негативном ключе показывают наше отечество, нашу самобытность. И это очень печально. И самое печальное, на мой взгляд, что, допустим, Министерство культуры России именно на эти проекты выделяет какие-то финансовые средства. А на задумки, проекты уникальных каких-то кинокартин, посвященных воспитанию патриотическому, любви к родине, духовно-нравственному началу, с известными именами киноактеров, им очень трудно найти деньги для создания своих кинопроектов. Очень тяжело. Я бы согласился с отцом Александром, что Министерство культуры России недосматривает. Поэтому вдвойне важно прийти на фестиваль и увидеть те картины, которые прошли отбор. Мы вас приглашаем. Спасибо огромное. Я напомню, что у нас в гостях президент международного кинофестиваля «Русское зарубежье встреча» в Новосибирске Сергей Зайцев и духовник фестиваля «Протеерей» Александр Новопашин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова